Не то что о сложности, есть определенный порядок предоставления средств материнского капитала на данное направление. Да, у нас нет пока зарегистрированных заявлений, но у нас есть обращение за консультацией. То есть к нам обращаются люди за консультацией, как можно реализовать материнский капитал на данное направление. Но я думаю, здесь каждая семья, у которых есть ребенок инвалид и есть материнский капитал, сам определяется, нужны ему дополнительные реабилитационные средства на адаптацию своего ребенка, чтобы приобрести их за счет средств материнского капитала. Ну и думаю, что данный вопрос лучше задать гражданам, которые имеют на это право и пока не воспользовались. Я думаю, они лучше дадут разъяснение, почему на сегодняшний день это направление не востребовано. И я прошу прощения в дополнение, так скажем, идет речь все-таки об этом, об этой выплате. Для ребенка рожденного, за который мама получила непосредственно этот капитал, или речь идет о любом члене семьи? О любом ребенке, который имеется в данной семье, у которой есть материнский капитал, не только в связи с тем ребенком, в связи с которым возникло право на получение. Нет, на любого ребенка, если есть такой в семье. Пожалуйста. Журнал «Симбики», Гораева-Лилье. Вот скажите, пожалуйста, если в семье есть инвалид, ребенок, нужна машина, автомобиль. Автомобиль входит в перечень? Нет, товарищи. У нас... Да, хороший вопрос. Спасибо. У нас есть определенный перечень реабилитационных средств, который утвержден постановлением правительства. По-моему, 380-е постановление. Если я ошибаюсь, простите, но там есть утвержденный перечень, на который можно направить средства материнского капитала. Автомобиля там нет. А можно тогда конкретизировать, что это? Ну, например, перечень? Ну, например, какие-то ванны для детей-инвалидов, какие-то технические средства. Даже есть определенные, например, телевизоры, компьютеры. То есть вот это и есть. Информационное агентство «Татаринформ». Полная и достоверная информация о Республике Татарстан.